Лучшие юные исследователи сегодня собрались в Ненинском краеведческом музее. Там прошел конкурс учебно-исследовательских работ «12-е малые авакумовские чтения». Они проводятся в округе с 1996 года. В этом году его посвятили празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Авакума. Так, нами был найден оказ 1961 года с острова Колгуев, где жители Бугрина были возмущены культоводникам Детятевой, которые они проводят культурно-бытовой работой и всего пару раз в неделю показывают кино. Исследовательская работа «Наказы избирателей» в истории НАУ с 1930-е по 90-е годы Анны Мельгуй вызвала огромный интерес не только у именитых членов жюри конкурса «Авакумовские чтения», но и у всех зрителей. Еще бы, ведь доклад похож на сюжет из киносериала, в основу которого легли любовная история и поселковые интриги. Ну, необычный наказ, я его озвучила в своем докладе. Это был один из самых запоминающихся. Это был о том, он посвящен темам межличностных отношений, о том, как на острове Колгуев некая гражданка Детятева подружилась с молодым директором местной школы, и из-за нее он приходил домой поздней ночью. И поэтому жители острова Колгуева просили, чтобы ее вывезли в Нарьенмар и чтобы она, цитата, не упитывала у них все соки. И это не просто сплетни, а руководство к действию. Так в 60-е годы избиратели решали волнующие их проблемы, спектр которых, как видно из доклада, был огромен, и давали соответствующие наказы депутатам и кандидатам в депутаты. Они носили как раз-таки императивный мандат, то есть наказ был дан, и он был обязателен к исполнению. Правда, неизвестно, удалось ли депутатам повлиять на чувства молодого культработника и стали ли в поселке больше показывать кино. Но другие проблемы, касаемые жилья, здравоохранения, образования, служители закона все-таки решили. Об этом свидетельствуют отчетные документы. По словам юного исследователя Анны Мельгуй, это хороший пример для современных властей. Впоследствии девушка планирует выступить с инициативой по возрождению института наказов. Еще один доклад на конкурсе затрагивал тему взаимоотношений, но уже не личностных, а межнациональных. С темой об особенностях многонациональной политики в Ниньцком округе выступила Майя Семяшкина. Я выбрала эту тему, потому что мне показалась она очень актуальной в условиях современного мира, потому что все чаще и чаще мы с телеэкрана слышим о каких-то межнациональных конфликтах, происходящих в стране. Еще одна конкурсантка Анна Белянина выступила с докладом «Самоедские старшины как институт управления инородцами архангельских тундр». Работа выполнена в рамках проекта музея-заповедника Пустозерск «Возрождение памяти». Цель исследования – выявить факты из жизни самоеда Григория Тайборея и изучить особенности управления самоедских старшин в XIX и начале XX века. Старшины разбирали жалобы самоеда по показаниям свидетелей, в которых не проводили присяги и не уверили на слово, включая их показания. А если улик была недостаточна, то старшины на собрании самоеда заставляют обвиняемого, если он христианин, поцеловать крест, а если обвиняемый язычник, то он должен был сделать человеческую фигуру из снега или песка, разлюбить ее и сказать, пусть внезапно не стать поводом с места. С такими малоизвестными фактами и интересными историческими страницами поделились старшеклассники из Тельвиски, Красногоискателей и городских школ. Всего на конкурсе было представлено 18 исследовательских работ по трем номинациям – гуманитарная, естественно-научная и туристская. Выступать непросто на такого рода мероприятиях. Это, как правило, я всегда говорю, когда наподствую ребят на этом конкурсе, говорю, что это опыт публичного выступления, причем не просто на какой-то аудитории, это подготовленная аудитория, это жюри, которые задают не всегда удобные вопросы, которые знают тему. Сегодня ребят-участников авакумовских чтений ждет еще одна бессонная ночь, ведь победители конкурса объявят только завтра. Лучшие юные исследователи будут номинированы на получение региональной премии.